В Барнауле больше сотни гостиниц. Из них крупных около десятка. По словам отельеров, этого достаточно для краевой столицы. Конкуренции со стороны Рэдисона не ждут. Даже сомневаются, что четырехзвездочная гостиница сможет занять лидирующие позиции. По франшизе, по этой, строить отель на сегодняшний день, он должен быть не менее 200 номеров. То, что хотят построить четырехзвездочный, это стоимость номера по окупаемости, по затратам. Судя по всем сетевым отелям, у них начинается от 5-6 тысяч рублей цена номера. У нас заканчивается на 3,5-4 тысячи. Самый ходовой, то есть, ну, средний ценник. Не средний, можно сказать, основной ценник, то есть, то, что люди потребляют. У нас есть в гостиницах и номера и высокого класса, то есть, от 6-7 тысяч. Но они не пользуются спросом. 3,5-4 тысячи рублей в сутки – это средние расценки для отелей Барнаула. По словам Воронова, не все приезжающие к нам бизнесмены, артисты, вип-персоны готовы тратить больше. Кстати, Рэдисон не первый крупный игрок, который пытается зайти на гостиничный рынок Барнаула. Несколько лет назад на месте здания старого базара тоже планировали построить гостиницу. Только Хилтон. Вроде бы все было уже договорено, но в последний момент от проекта отказались. Официальная версия – в центре Барнаула нельзя строить слишком высокие здания. Но многие представители гостиничного бизнеса уверены, что в Хилтоне просто подсчитали риски и сами отказались от проекта. Возможно, так произойдет и с Рэдисоном. Между тем, представители туристической отрасли, прихода крупного гостиничного бренда, ждут с нетерпением. Председатель Краевой ассоциации туризма Александр Томашевич уверен, это сделает Барнаул привлекательнее в глазах вип-туристов. Если мы говорим о Рэдисоне, с которым сейчас ведутся переговоры, то мы заходим на сайт Рэдисона, и у нас, пожалуйста, перед глазами все города, где есть отели бренда Рэдисон. И тут же у нас, вот он, пожалуйста, Рэдисон Барнаул, например. Понятно, что их не очень много, но есть люди, которые предпочитают селиться в сетевых отелях. Они знают, что это определенный уровень качества, определенный уровень сервиса. У них есть свои какие-то там бонусные программы, их огромное количество, да. И выбирая там между рядом отелей, они поселятся вот в сетевом отеле. На каком этапе находится работа над проектом, насколько успешно идут переговоры, сказать пока трудно. Компания-застройщик от комментариев отказывается. Общественники и архитекторы уверены, главное найти подходящее место. Ведь свободных в центре города просто нет. Илья Кочетков, Илья Халяпин. День с толком.